Углублюсь в систему проекта «Открытый НКО», который мы начали, я немножко расскажу о том, что такое некоммерческий сектор. Некоммерческий сектор имеет отсутствие характеристики, то есть я все равно обсуждаю то, что это такое на самом деле. Есть одно базовое определение, которое заходит в некоммерческие организации, которое связано очень с тем, что некоммерческий сектор сейчас продает такие организации как госкорпорации, такие организации как крупные СМИ, такие организации как несколько крупных IT-компаний, все частные университеты, почти все частные медицинские учреждения, нотариальные палаты, адвокатские палаты, в общем, довольно много всего остаток. Мы недавно, в прошлом году, решили запустить проект «Открытый НКО», которым всю информацию о некоммерческом секторе, ну, по крайней мере, официально классифицированной таблицей университеты, решили объединить на одной площадке. Есть некоторый, на самом деле, общий признак. Общий признак заключается в том, что у всех организаций НКО есть рейстор отчетов, которые везут в этот миниверситет, и есть, собственно, рейстор этих НКО в миниверситет, и, на самом деле, одно из тех немногих, что их все объединяются, потому что в остальном они существуют все немножко разные правила. И вот в рамках проекта «Открытый НКО» я хочу рассказать про две вещи. Ну, то есть, первое, про то, как интернет-шти сектор устроен, и что это показывается через наш проект, то есть, это некий такой research того, как все это работает. При этом, оно все понимает, что оно немножко разное. А вторая часть, вообще, как мы это делаем. И давайте я, прежде чем я начну, у него присутствует акцент на том и на том, на что вам интереснее, какое-нибудь большее про НКО или про то, как мы данные собираем для этого проекта? Про данные. Про данные? Все про данные? Отлично, супер. Ну что, с чего бы начать? Давайте я начну издалека. Сайт, да? Презентация сайта? Сайт. Ну, отлично. Это еще лучше. Давайте я расскажу про данные, которые мы собираем. Потом я буду показывать, пока это будет на фоне, потом я буду показывать живую на сайте какие-то вещи, которые мы собрали. Давайте все из вас знали про реестр Минюста, я думаю, что про НКО, да? Ну, вот есть два крутейших сущих информации. Реестр Минюста – это реестр организации и реестр отчетов Минюста. Это, соответственно, данные по отчетам организации. Реестр, конечно, сильно меньше, чем первый. То есть не все, кто живут, а те, кто сдают. Давайте я вам задам вопрос. Какой третий по объемам данных реестр, содержащий много информации о некоммерческой организации? Третий. Первый и два всем известны. Третий. Это хороший опыт, но нет. Потому что область и все, что в нем есть, это бублируется, с сайта обменируется чуть-чуть, с маленькими дополнениями. Росстат? Росстат? Дело в том, что Росстат еще не публикует, даже не так. Статистику. Общую по секту. Но это не… Хорошо, уточню. Во-первых, там мало, поэтому это не самое большое. Во-вторых, на каждой организации. Хорошо. То есть, понимаете, все ваши вопросы, ну, то есть, как вы говорите, они говорят о том, что будет установить видеомерческий сектор, как сектор, которому там вот ВИДР по одной из фундопрезидентских грантов. Это хорошее утверждение, но спорное. Но это общая информация по организациям. Да, можно сказать, но это для системы открытые даты, знаете, как реестр открытые машиночитаемые, попадающие под нашу тему открытые данные. Человек-то… Я уже их много назову. Сатаром назначил. Хорошо. Это реестр Рособранадзора. Все образовательные учреждения, все аккредитованные и лицензированные организации внесены в реестр Рособранадзора. В его включены порядка шестидесяти тысяч организаций, с которых около половины относятся к некоммерческому сектору. Там содержится довольно подобная информация, включая контакты, телефоны, адреса, программы обучения и веб-сайты этих организаций. Это один из тех ресурсов, которые к нам пока подк… Я вам рассказываю про то, что у нас все еще не загружено, потому что скажу о том, что мы не загружаем. Это то, чего пока у нас там нет. И потому что у нас нет их вообще, реестры давно обработали, потому что мы пока не подгрузили на открытый НКУ. И это один из наших ближайших планов. Второй, ну и уже найти, это был третий, четвертый объем. Хотелось бы, но нет. Он маленький. Хорошо, это база госконтрактов. База госконтрактов с закупников РУ содержит информацию о… ну, трех типах. Информация о заказчиках, поставщиках, 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 косвенность контрактов, сами контракты. Информация о контрактах, она, в общем, в открытом НКУ. Видите, специально, я держу предоставительную, это была подсказка. Вот. 224 тысячи контрактов и 28 миллионов было заключено с некоммерческими организациями. Это многократно больше, чем контракты с организациями, ну, скажем так, многократно больше, чем гранты, многократно больше, чем субсидии. Не по сумме, но по объему. По сумме субсидии и контракты превосходят гранты в несколько раз. Но пока мы будем говорить про контракты. Следующий реестр. О нем мало кто знает. Это реестр, федеральный реестр субсидий. Реестр финансового с 2015 года раскрывает все данные федерального бюджета по субсидиям, которые были прописаны на бюджетных строках, а также более детализированные специальными реестрами. Сейчас около 70 тысяч записей, их немного, для того, что субсидии выдаются напрямую либо бюджетным учреждениям, но в некоторых случаях коммерческим, очень часто некоммерческим. Вопрос, который будем задавать все, я понимаю, что здесь много знакомых видится, поэтому те, кто от меня слышал, давайте мне не будем говорить, те, кто знают, а те, кто не знают, вы попробуйте честно догадаться. Какой тип НКО? Тип НКО. Достаточно тип, я даже конкретно их название не попрошу, получает больше всего субсидий. Именно субсидий или грантов, контрактов, субсидий из федерального бюджета. Тип по формату деятельности? Ну, ладно. Тип НКО. Ну, если мы с натяжкой отнесем госкорпорации к НКО, у нас же принимается все правильно, теперь давайте предположим, что госкорпорации, патриальные палаты, все остальные палаты, уберем от НКО и скажем, что НКО у нас типа ОНО, общественное объединение и так далее. По направлениям. По направлению их деятельности. Ну, религиозные, хорошие попытки. А еще сказать? Патриотические. Образовательные, патриотические. А еще? Все близко, но немножко этого. Спорт. Да еще? Спорт. Близко, но тоже не совсем. Культурная, тоже замечательная. Ну, массовые медиа. Массовые медиа. Массовые медиа. Массовые медиа. Массовые медиа. Эта организация называется, давайте, вы произведете, торговые наивидования, а не юридические. Ну, бренд публичный. Раз, что ты? Оно ДВ новости. Главный предсвечатель некоммерческой организации грантного субсидия от генерального бюджета. На втором месте находится Оно Организаторов. Организаторов церемоний. Это то, что вы совершенно правы относятся к спорту. У нас именно при этом это генеральный организаций. Там же идут, примерно, четыре организации, которые относились к Сочи. Несколько организаций, которые относились к универсиале. Действительно, есть генеральный занимающий спортом, фонд «Аланты и успех». Еще есть несколько других организаций. Церковь не получает денег от государства в любом разумном объеме. Как бы нам это хотелось или не хотелось. Я всегда говорил, какому богу молится наше государство, поверьте мне, это останки. Это не что-то другое. Вот как примерно все это устроено. Деньги, которые получают две-три крупнейшие организации из федерального бюджета с субсидиями и расходят все расходы в весь бюджет фонда президентских грантов примерно в 15 раз. То есть, инковер-сектор в среднем получает в России из государственного бюджета субсидиями, контрактами. И главная часть субсидий это, кстати, миллиардов рублей. Опять же, если мы коммерческого секта относим, то это является мощнейшее искажение любой статистики. То есть, ну, знаете, цифра, можно сказать, как? Ну, собственно, поддерживает некоммерческий сектор. И правда. Поддерживает инвестиционные организации из нами. ДСААТ. Но, с другой стороны, все это устроено немножко иначе. То есть, есть нюансы. Еще один нюанс, важнейший, еще один источник информации, которую мы анализируем по НКО, это реестр лицензий СМИ. У нас есть один проект, который мы пока не показываем. Не показываем, потому что он там самые грязные данные, из тех, которые мы ставим. То есть, слишком много приходится чистить. Это проект по открытым СМИ, которое было сегодня. Уступили Алексей Леонидович, вы помните, там, не только НКО, но и СМИ. Он проговорился, он сказал, что ему это не было. Но пока мы не открыли, публично мы тянем. Откроем обязательно, рано и поздно. Но вы понимаете, как это, врашить муравейник с НКО, это не то же самое, что врашить повезло змей со СМИ. Это другие по опасности действия. Но особенно в том, что они пересекаются. А огромное количество СМИ зарегистрировано как НКО. А огромное количество НКО зарегистрировано как СМИ. И на самом деле, кто из них, что из этого первичного неизвестно. Потому что есть какое-то количество НКО, которое регистрируется как СМИ, чтобы получать поддержку от Роспечати. То есть цель абсолютно очевидная. То есть они превращают свой сайт как бы в СМИ, регистрируются и получают поддержку. от Роспечати. А есть какое-то количество вполне себе СМИ, которые регистрируются как НКО, чтобы получать поддержку от либернальных властей и получать гаранты и субсидии как НКО. То есть это с тем работа в обе стороны. Причине там порядка 15-20% точного числа организаций и технических имеющих на ремонт статус. Точный терминал. Это еще один источник. Протан. Еще один источник это все, что касается разного рода рецензий. Рецензий на производитель зарегистрировано как некоммерческую организацию. Поэтому они имеют лицензии практически. Все хорошие занимаются нормальной хозяйственной деятельностью в коммерческих компаниях, симулируя некоммерческую деятельность. И для этого некоторые должны участвовать в грантах. Сейчас посмотрим. По нашей системе она как-то может это позволяет. есть, но это не единственная лицензия. Мало кто знает, что есть лицензия фейсбой и фейстэк. Сколько и кого имеют лицензии фейсбой и фейстэк по вашему? Всего там, например, четырадцать организаций. Три. Все являются ускоряющими центрами. Все оказывают услуги криптографической выдаче ключей доступа, одно Билл Инфо Налог, еще несколько оно, они, наверное, обстреляющими центрами. И так, давайте еще. Частный университет и коммерческая организация, ну как бы частная, коммерческая организация университета, но выделяющаяся IT-компанией. Одна единственная в нашей стране. Одна вот, угадать можно с первого пилки. Частные университеты и государственные. Поэтому не вы, вы, школу экономики понимаете? Стрелка. Стрелка? Нет, не Стрелка. Стрелка, невозможно. Европейский Питер. Хотелось бы, конечно, но нет. Значит, как IT-компании, платят уменьшенные налоги, и, собственно, сенсорный фонд. Некоммерческая организация. Московский инвеститет является государственным бюджетным учреждением. Автономным? Какая НКО у нас является одновременно инвеститетом IT-компании? МООК. МООК, государственные. Слушайте, вы даже не знаете какие государственные университеты, какие частные. Ну, слушайте, ну, так нельзя. Ну, ладно, я просто знаю. Как будто СМИ не читаете новости. Какого пишут? Передничество, Ирина Требенов. Даже официальный лиц говорит. Университет Иннополис. 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 Это единственный университет в реестре Минсвязи, имеющий статус икредитованной индикацией. Университет Иннополис. Из Холкова. Из Холтеха. Иннополис. Ну, наверное, визита там сейчас постановление пройти не будет. Ну, вот. Такие факты есть. Есть университет от Дорогой Речи с религиозными организациями. Он один единственный. Это в России и Казанский Исламский университет. Официальный статус у него не оно, не ангварей, не что-то. Он является религиозной организацией. Единственная религиозная организация, занимающаяся научной деятельностью, для всех, которым известно, это православная института. Цель деятельности является научной. Все это мы сводим на основе буквально одной части сотен рейсеров. То, что мы сейчас занимаемся в открытых НКО, вот этой публичной частью, которую я под конец попоказываем, а потом поотвечаем наши вопросы. Вот это вот, мы, когда только начинали, мы вытащили маленький кусочек. Мы вытащили контракты, мы вытащили гранты, вытащили субсидии, сказали, что ребята, в принципе, перекопаться, чтобы у тебя все интересно, поэтому мы с этого начнем. И даже, как бы, это оказалось достаточно немножко поврошить сектор. Все неожиданно узнают о том, что, оказывается, там, гранты получают необычные или там, субсидии получают на те, кто вам ожидает. Но есть то, на чем мы работаем. Это порядка нескольких сотен источников информации. Это все социальные палаты, общественные палаты, реестры санком, реестры получателей грантов, архивные разного рода реестры по всей России. Наша задача, в данном случае, мы ее рассматриваем в широкой трактовке, т.е. в трактовке законно, собрать эту всю информацию. Уже собрав ее, мы начинаем классифицировать НКО именно по их роду деятельности. В первую очередь, в том, чтобы объявить настоящие НКО, ну, условно, тем, которые НКО не должны быть. Вот это одна из наших, значит, проектов. И в том числе, это должно как-то поменять на дальнейшее законодательство о существовании этого СИКО. Кто не должен быть НКО? Я считаю, что в реальной палаты ли должен быть НКО? А, ой, нет, нет, слушайте, я неправильно отвечаю на этот вопрос. Я должен открыть уже наконец-то сайт, начать показывать, да, мы бы сами ответить на вопрос кто должен быть НКО, а кто нет. Так, я буду смотреть на тот экран. Давай немножко кликать. Так, я вот вижу все, вот почти что-то вижу. О, отлично. Вам все видно? Да. Итак, смотрите, вот у нас всего 309 тысяч аргуминаций включая ликвидированные. Ну, поскольку нас интересуют деньги, давайте посмотрим по типу. Давайте начнем с каких-нибудь государственных корпораций. У нас их восемь при ястровом. Видите, Руслана перестала быть поэтому вот эту делу, у нас некоторое время остается ПАО. Ну, первое, здесь экономбанк, 393 миллиарда рублей. Деньги, которые они себе поступили. Из которых по субсидиям 367, 0, 367, в общем, там еще 29 миллиардов рублей эти контракты, с ними кто-то заключал. Вот им на 20 миллионов, а то, а то, это золото и так далее. Ну, это, наверное, интересно. Вот примерно какой расстат по корпорациям. С Роскосмосом там не специфика его деятельности, он был только прудом-министерством, то еще чем-то. Но по всем остальным цифрам все более-менее такие довольно приближенные к реальности, хотя их показывают не все, потому что мы говорим только про федеральные субсидии, в основном, которые они получают, а не про все в совокупности. Давайте мы рассмотрим что-нибудь необычное. Посмотрим, например, давайте я предлагаю, 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 предлагаю Ассоциальная община коренных младчисленных народов. Интересный вид НКО. Так, и датчик открывается. Первая же операция к тому миру Национальная община коренных младчисленных народов Северной СССР. Понимаете, это национальная община. 300 миллионов рублей. Прям вот вообще просто. Уделяется на общем фоне. С чем они занимаются вообще? Где-нибудь деньги берут? Это строительная компания. Я могу сказать, то, чего здесь нет, но то, чего мы уже собрали. У них несколько лицензий на строительство. Вот. Они находятся в одном из СРО. Они официально оформляют банковские гарантии. Они, в общем, зарабатывают заключительно на контрактах. Некоторых субсидий грантов они не получают. Это обычно обычная строительная компания. Почему она запрещена к общине младчисленных народов? Я не знаю. Наверное, у них есть какие-то льготы. Хотя вот и что, и вот и вот как. Да, то есть мы не смогли пока понять по отчетам в и так далее, с чем это связано. Но вот у них заработок годовой, у них самая большая строительная компания. Видимо, максимально было 8 миллионов рублей поступления по контрактам государственных корпораций и государственных. Это необычное НКО. Вот мы считаем, что НКО необычное. Может слишком странное. Ну, это официально зарегистрировано в 2002 году. Да, это период перегистрации. Она, возможно, существует энное количество. нет. Вопрос, почему она перенесывается к НКО. Ну, в институте с НКО заниматься одной деятельностью, а потом за то, что было доход, начать заниматься заниматься. Наверное, да. Но, учитывая, что вот мы мониторим с 2009 года, а наверняка мы еще не подключили контракты у нас есть с 2007 года, то, в общем, за столько лет можно было бы много раз переделать. Какая форма ООНа? ООНа как раз нет, нет, они так и есть такая форма цена общины облачительных народов. Прямо такая специальная форма. А не специальный закон есть. Ну что, давайте посмотрим следующее. Ну, какой-нибудь помелочи, чтобы сравнить с их деятельностью. Какой-нибудь там, следующее 17 миллионов 400 с чем-то. Тоже контракт на поставку дров. Поставка дров в Смоленский район Китайского поселения. Это в Сахаре-Путе. Вот они дрова поставляют. Ну, тоже никаких грантов, собственно, не нашли. Еще какая-то организация. Тоже контракт. 12 миллионов. Антри-нациссийский автономный народ. Еще одна. Еще одна. Хабаровский край. Территориально-социалистские общины гримных народов. Тоже контракт. Поставка ядовидовских и наличных комбинатов. Ну, и так, наверное, будет почти все. В общем, оно так и устроено. И одна из этих вариантов, по сути, грантов в Смоленске не получают. Они живут исключительно за поставки. Почему они существуют в такой форме? Это отдельный вопрос, который в органахе, где будет 20-30 лет. Ну, а там уже национальности не ждет посмотреть смысл создания этих вопросов. Мое положено, что это, например, обеспечивая жизнедеятельность покачает тогда. Есть, есть. В смысле, деятельность не может приносить прибыль, а обойдены, в конце концов, эти вопросы жизненные общения. Давайте, может быть, дискуссию под конец. Да, дискуссии, вопросы. Пока вот я просто расскажу. Я не говорю о том, что я знаю ответы на все вопросы. Только говорю о том, что на всяких аномалиях. Я понимаю, но время у нас уже заканчивается. Автономная некоммерческая орбинация. Самая классическая форма НКО. Первую новость я упоминал. Организационный комитет России. Аренды 2018 FIFA. Лид-транспортная дирекция Сочи. Автономная некоммерческая организация Корраборативная академия Росатома. 5 млн. фруклиния. Выразователи учреждений, получающие прямые субчинтия, на самом деле, контракты с Росатомом. Сейчас мы его откроем. Почти все контракты с Росатомом и его начальными структурами. В честной кибе России вторая медиа-компания, крупнейшая, получающая денег 5 млрд. Функционерской новости не сравнила. Родной организации церемоний – Сочи. Сибирная универсиада – универсиада. А дальше мы приходим к уникальному виду НКО, под названием «Спортивные клубы». Зарабатывающие, в общем, видит, до 3-6 млрд. Примык контракт, например, здесь с банком ВДП. Хотя уже немножко краду время в следующем выступающем. Будет выступать, по-моему, это еще 3 минуты. Я расскажу. Что я всем этим хочу сказать? Там дальше можно просмотреть. Дальше ведь волейбольный клуб «Зенит» будет то же самое. Хурчатовский институт, футбольный клуб «Паринбург», «Салават Юлаев». Вот уже ближе на коммерческий центр. «Спортивные вещания», «Идество атмосферных технологий», опять контракты. «Санатурное объединение», числе медицинского учреждения, довольно крупное. ДСААФ, получающего уже прямые субсидии, хотя нет у них ВСАФ. А эта версия ДСААФ получала даже деньги по контрактам. Другие субсидии. Фестиваль «Золотая маска». Один из моих, кстати, НКО, получивших деньги из всех трех источников. Они получили несколько кризисовских грантов на 30 млн. рублей, субсидий на 374 млн. и контрактов на 612 млн. Все на одно и то же. Ну просто с трех разных источников они финансировались. И так далее. Информацию по грантам и субсидиям можно также посмотреть здесь. Как и что эти получали по крупнейшему. Вот при любом учреждении культуры Антона Чахова. Грант, контракт и так далее. Но с ним есть нюансы, потому что вполне возможно, что он одновременно лезет с бюджетным усердением и получает деньги по госзаданию. Это то, что мы еще не путем. Значит, на «Ночных волков» там можно войти? Можно, но мы сейчас искать их не будем. Потому что вообще-то они не дураки, и у них ни одна организация, примерно пять. И некоторые из них называются «Ночные волки». Ну вы что думаете? Мы стали о них писать, сразу они зарегистрировали еще две. Переименовали две организации, мотоциклеты и так далее, что-то глупое. Получили новые деньги. И что это? Деньги, что только члены ранды получают? Что это? Здесь много разных способов, повествование. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Не коммерческое партнерство, ходить на суть. Существует только за счет грантов. Итого. Мы еще можем это разбить по субъектам. Например, Кого-Копчатского края, получающий гранты за разные периоды двигателя. Общественная организация. И многое-многое другое. Я немножко не остановился, и хотел рассказать вам подробнее по очень специфическим типам НКО. Это, например, адвокатские палаты субъекта федерации, которые неожиданно оказывается, что контрактуются с ними довольно плотно. Это они и гранты получают тоже. Вот здесь вот они есть. Это контрактная история. Это нотариальные палаты, которые тоже являются НКО. Но они почти ничего не получают ни грантами, ни контрактами, ни субсидиями. Они существуют исключительно за счет пожертвований либо частных взносов. Поэтому они живут особой жизнью. Ведь они ни из одного из трех источников государственных не получают деньги. Реальные палаты живут своей жизнью. Они очень ошибочно относятся к НКО, ну, либо даже как-то иначе. коллеги адвокатов. Это юридические фирмы Хейнов и партнёра. Но они очень качественные коммерческие, имея огромные контракты, в общем-то, с госорганами и публичными компаниями на защиту континентов. Ну, и многое другое. И, в общем, в качестве итогового тетерса, я обещал бы сказать, больше про данные, меньше про контуры и коммерческого сектора. Дело мнение. Вот мы сейчас готовим маленькое исследование по тому, как устроено финансирование и коммерческого сектора. И одно из главных наблюдений, которое мы видим, что большая часть НКО очень чётко делятся. Из тех, кто существует только за счёт грантов, ну, просто вот, есть отдельный грантовый сектор. Среди них очень маленькое пересечение с остальными. Вот, то есть, в основном, это университетное образовательное учреждение, которое имеет возможность как-то за 2000. Но есть какое-то количество НКО, у которых ничего, кроме грантов, нет. Они живут от грантов до грантов. Есть какое-то количество НКО, и еще прямое федеральное субсидиями. И часто они не получают ничего, кроме них. Они просто практически живут, как бюджетное учреждение, субсидии, и ничего кроме этого. И третий тип НКО. Которые контрактуются, контрактуются, еще раз контрактуются с бизнесом, с государством и так далее. Они существуют НКО только на бумаге. Это бизнес экономических компаний, которые, ну, в лучшем случае можно найти их сайт, и они проверяют, что они еще чем-то занимаются. А в лучшем случае даже сайт инспектов или сайт крупных компаний это чистый бизнес. И по разным причинам, историческим, каким-то еще, они имеют НКО. Ну, вот, придет на все. Как это подойти на вопросы? А вы в нашу классу попали региональные субсидии? Пока нет. Мы сейчас над этим работаем. То есть мы сейчас сохраняем у всех сайтов и начинаем загружать. А вообще, то есть нет одного места, где можно субсидии? Я тоже. И все даже опубликовано. Количество гипотез из-за того, как вот эти НКО, глобально контрактующиеся существуют, не может ли мотивация Немного спекулирует. Не может ли мотивация исходить от заказчиков по этим контрактам, которые могли бы получать какие-то приходы на государство? Нет, это точно. Когда это вопрос про субсидии, например, получают, это может быть мотивация от заказчиков, потому что дать субсидии на коммерческую компанию это набраться на потом, ну, проверки прокуратуры, расчеты палат, кого-то еще. Поэтому очень часто есть какая-то тема, есть берифициар внутри государства, что ему надо слить деньги на какое-то гурдицо, и субсидия это сделает правильно на НКО. То есть, условно, схема полукоррупционная. А вот с контрактами нет. С контрактами как раз там самое выгодное, если это кто-то вводит деньги, то это только если есть налоговые квоты. Это действенно только для научных учреждений и научно-исследовательских работ миров. Огромное количество НКО, которых базовая квалификация, научный. И мы все проверяем, потому что если у них больше 90% денег приходит в банину, то они платят пониженный СОБЗМУС или там СЖИФПНДФЛ. Эконом в этой части есть. Из Минюст мы все данные притянули, которые только есть. Мы не все вынули на открытый доступ. Я все время говорю, что у нас внутри данных больше. Открываем их по чуть-чуть, чтобы всех не бугать. Например, данные бухгалтерских балансов и одновременно отчетов Минюста обработаны у нас есть. Если мы их выложим идти и идти одновременно, возникнут много конфликтов. Очень много. А с Росстатом вы вообще как работаете? Например, с их реестром в СОНК? Росстат не имеет права раскрывать первичную информацию. Да-да-да. Поэтому нет. Росстат сам написал запор и запретил раскрытие первичного статного бюджета. Вы не смотрели вот их агрегированную информацию о финансировании? Бессмысленно. И с ни с чем не сравнить, потому что да. Но она ни с чем не сопоставима и непонятно, что с ней вообще делать. Поэтому мы здесь оперируем свои. И честно говоря, больше будем оперируем данные в ФНС, чем у стата. А последний вопрос. Не видели где-нибудь еще открытых реестров именно социально-ориентированных некоммерческих? Видели, инвентаризируем. И все будем закруживать к нам один за другим. Спасибо. Ну, коллеги, я уже немножко сожрал, скучал много времени от выступления Оли Пахимович. Я пока в кулуарах отвечу на все ваши вопросы. А сейчас не убегайте, будет самая интересная часть о том, как мы обрабатывали данные по НКО, Инюста, и с чем мы столкнулись, почему не очень ему доверяем. Спасибо.